Это кость, маленькая часть кости, обрубленная, верно? Это нам не нужно или взять? Нет. Гости советуются с местными специалистами. Те могут с одного взгляда отсеять лишние, неценные находки. Копают пластами толщиной по 20 сантиметров, затем выброшенную из раскопа землю проверяют. Этот прибор мы называем GPR, используем для поиска под землей железа золота. Когда он подает звуковой сигнал, опускаем его ниже, держим на высоте одного сантиметра над землей, затем выкапываем эту зону и проверяем, что там нашли. Фаюмский университет Египта около года назад подписал с Азовским музеем-заповедником договор о сотрудничестве. Первую экспедицию взяли 10 лучших студентов, прошедших конкурсное испытание. Среди них даже первокурсники. Да, место маленькое, очень большие раскопки, но все равно для нас это интересно, особенно когда египтяне и русские занимаются вместе. Обмен опыт для нас очень важен. Валид Али Халид – инициатор этого обмена. Пять лет прожил в России и получил здесь степень кандидата исторических наук. Страна очень понравилась, и Валид предложил своему ректору подписать договор. Цель первой поездки – сравнить археологическую работу в двух странах. Между раскопками в России и Египте не так много различий. Только почва. И здесь они ведутся на маленькой территории, а в Египте мы можем копать на больших массивах и в разных местах, и находим больше вещей. Но здесь нам очень нравится. Процесс работы не отличается. Одни и те же приборы, методы копают студенты вручную, в том числе девочки, а их здесь полкоманды. Да, это немного тяжелая работа, но мы справляемся. Она делает нас сильнее. Богатые люди средневековья жили ближе к центру города. Именно там можно найти больше интересных и ценных вещей. И египтянам немного не повезло. Попали на окраину. За три дня иностранные студенты нашли элементы керамической посуды 13-14 веков, а также кости домашних животных, проживающих на окраине средневекового города Азак. Ну и элементы посуды более позднего времени – 19-е и начало 20-го века. Помимо практики на раскопках, иностранцы посмотрели таноисы музейного Черкасска и уже завтра улетают домой. Евгения Слинкина, Юрий Санкин. На Дону.